Когда-то я работал в школе, преподаватель математики, и встретил задачу, которую сразу не смог решить. Если у нас написано mn плюс одно число, какие-то там разные, то всегда можно какие-то числа вычеркнуть. Так, чтобы осталось, всегда можно оставить либо возрастающую последовательность из m плюс одного числа, либо убывающую последовательность из m плюс одного числа. Ну, например, если m равняется 3, если мы напишем все 10 цифр, ну, mn это 9, если мы напишем 10 цифр, там 0, 3, 4, 6, 7, 2, 5, 8. Я написал 10 цифр, даже не важно, как я их написал. Всегда можно вычеркнуть так, чтобы осталось 4 возрастающих или 4 убывающих порядка. Но в данном случае, я не знаю, надо забрать можно. Можно? Что можно вычеркнуть, чтобы у нас 2 и 5. Ясно. В возрастающем? А, вот совсем просто. 2, 5, 8, 10 уже и тут возрастающим порядок. Да, и 0, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 7, 8. Да, и как-то вообще все. Ну давайте запутаем дело, давайте напишем 9, 8, а здесь напишем 7, 4. Ну, мы можем вычеркнуть 3, 7, 4. Сейчас, где у нас в возрастающем порядке? 0, 2, 5, 9. А, 0, 2, 5, 9. Да. То есть, ну что-то как-то легко. Да, еще можно. А где еще можно? 3, 4, 5, 8. Да, как-то за большим запасом. А если 9 цифр, то может быть 9 цифр тоже достаточно? 3 на 3. Ну да. Вот этой теоремы как бы не хватает для этого. Есть ли какой-то пример? Может, как 2, 5, 9? Ну, в этом примере да. Но можно ли написать 9 цифр так, чтобы нельзя из них было выбрать 4 в убывающем и возрастающем порядке? Наверное, можно. Наверное, можно, а как? 0, 2, 5? 0. А это возрастание будет? Ну да, еще нормально. 0, 2, 5, 1. Нет, но 0 говорит 0, потому что где-то будет 6, и 6 будет больше. Я знаю, я знаю. Да, давайте. 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. 3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7. Отсюда нельзя выбрать 4 числа. Почему? Разберем все случаи и станет ясно. Быстро. Или можно как-то объяснить. Разделено на 3 группы. Разделено на 3 группы. Если мы выбрали эти 4 числа, то значит, 2 из них попали в одну группу. Да. Если 2 из них попали в одну группу, то это означает, что внутри этой группы они убывают. Значит, единственный шанс будет получать убывающую последовательность. Врастаешь и мы уже не получим. А следующий будет все больше. А следующий будет все больше. Поэтому эти самые... Ну мы опровергли. Нет, мы опровергли, что с МН. 9 мало, а 10 уже хватит. Вот. Значит, когда я работал в школе, здесь у нас такая задача, а в классе учился такой человек, который сейчас известный математик, Максим Концинович. Он был удивительный человек, если его можно было позвонить по телефону и спросить, как решать такая задача. Он не всегда отвечал сразу, но на следующий я не всегда перезванивал и говорил, как она решается. То есть я ни до, ни после не видел таких недосказных товарищей. Он вообще был вежливый. И вот что он мне рассказал. Что надо применить эту теорему. Что вообще кажется совершенно диким. Почему? Как надо применить эту теорему? Причем взять эту теорему? А надо ее в принципе порядочному множеству. Причем надо как-то так упорядочить, чтобы возрастающая последовательность была бы антицепью, а убывающая была цепью. Чего? Вот я ему тоже сказал, чего, чего, чего. А он сказал, что он не понимает, что заодно надо. Так надо. Надо так упорядочить множество, чтобы возрастающие и убывающие последовательности были цепями, а не цепями. Мы скажем, что одно число меньше другого какого-то, если оно одновременно численно меньше. и стоит левее. То есть число меньше другого, если оно численно меньше и стоит левее. Ну, это и так. Что одно левее, зато оно больше. То есть, таким образом, цепь в такой терминологии, это в точности возрастающая последовательность. А антицепь, это убывающая последовательность. Ничего сложного, сложного рассуждения не было. А вот сами как-то так вот совершенно даром и непонятно как решили задачу. Я не знал этого решения и не знаю, вряд ли я бы сам до него додумался, потому что вам надо посмотреть на это с правильной точки зрения, а так очень непонятно, как до этого догадаться. Что такое антицепь? Это значит, что два элемента несравнимы друг с другом. Что означает, что вот здесь какая-то цифра несравнима с антицепью? Ну, то есть они равны. Нет, а равных у нас нет, числа разные. Почему они могут быть несравнимы? Ну, какая-то из них меньшая. Если бы меньшая стояла левее, то они были бы сравнимы. Значит, единственный а, вот я тоже сказал это самое, как это самое топчинский в обществе, и сказали друг другу э. Значит, если они несравнимы, то только по одной причине, что это стоит левее, но большая. Соответственно, два несравнимых элемента означают, что они бывают еще в порядке. И вот такая получается странная... Нет, но можно, конечно, это скрыть и начать решать как раньше. То есть надо рассматривать максимальные элементы. Какие максимальные элементы? Что значит максимальный элемент в наших терпиях? Это такой элемент, для которого нет большего. То есть от которого справа не стоит больших чисел. То есть максимальный элемент – это тот, который не заслоняется никаким следующим. Но можно сказать, что максимальные элементы образуют глупающую последовательность. Их выбросим, а останется остальные. То есть можно просто повторить это решение. Но это будет послушать то же самое решение. Есть ли какое-то другое? Я не знаю, но вот Александр Васильевич всегда знает. Надо начинать выписывать эти числа по следующему принципу. Вот мы берем первое число. Да. Пишем. Берем второе число. Если оно больше только числа написанного, то пишем. Да. И так пишем, пока возрастает. Если пишем, 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 набрали возрастающую, то все хорошо. Да. Если не набрали, то, значит, в какой-то момент произойдет… Ну, как бы… Станет меньше. Да. И в таком случае мы переходим к второй строке. Начинаем писать вторую. И по этому принципу пишем, 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 и когда не получается продолжать в строке, то сбрасываемся вниз. Получается таблица. Она либо достаточно широкая, и у нас есть возрастающая последовательность, либо она достаточно высокая.